Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Чердак Норбу, и мы продолжаем с вами открывать тайны семьи Финч с беременной девахой, которая, как оказалось, на 22 неделе беременности, так, оказывается, очень чем дальше влез, тем больше дров, тем больше каких-то непонятных тайных глупых хитросплетений. И, если мы посмотрим на карту древа, мы с вами уже узнали про Одина, Волтера, Сэма, Кельвина, Барбары, Молли, Грегори, осталось, собственно говоря, 4 члена семьи, это Давун, Гасс, Милтон и Левис, но думаю, что сегодня мы узнаем про где-нибудь еще двоих персонажей, ну и далее, так сказать, будет у нас финал, который, не знаю, к чему нас, конечно, выведет, но пойдемте. Грегори, кабиночка, вот Давун и Гасс, ну вот еще, да, ребята. Трудно представить маму, сочиняющую стихи, но все же. Так, Гасс, он у нас что, получается, сколько ему было лет? 13 лет. Стихи для Гэса. Который всегда говорил, что свадьба это зло. Короче, он возмущался тем, что отец снова женится. И скорее умру, чем приду на свадьбу папочке жениха. Так, тут что-то надпись не проходит, так, что мне делать-то? А, наверх. А, это у меня этот воздушный змей. Я управляю воздушным змеем. Надо всю надпись, да, собрать. Прикольно. Полетели. В этом написано. Что-то не пойму. Это, короче, зеркально. Зеркально написано. И надо, видимо, перелистнуть, да? Ага. Приди, конечно, пришлось, но Гэс держался в сторонке, подальше от всех. Пускал воздушного змея и морщился с высшейся, доносящийся от наш смех. Опа. Опа. Ну-ка, они что там делают? О, они там что вытворяют-то? Ну-ка, там что? Вон эта статуя стоит. Палатки. Так, ладно, пойдемте дальше. Я просил его дать ей хоть маленький шанс поближе ее узнать, но он сказал, нам не нужна она, мам, какая-то новая мать. Не нужна она нам, какая-то новая мать. Ну, понятно, он, короче, противится тому, что батя там снова кого-то себе нашел. Какую-то новую деваху. С ней там у него хухры-мухры, чики-пуки, чики-пик. Так, чё, где еще надписи? Мать, там больше не нужна. Полетели еще куда-нибудь. Вау. О, я как уеду. Ой-ой-ой. Так, надо выдолбливать, да, слова. Так, давай. Когда пришел черед групповых фото, отец его вновь позвал. Но Гэс, даже не повернув головы, средний палец ему показал. Ты чё творишь-то вообще как-то с батей-то разговариваешь. Ты офигел, Гэс? Конечно, все понимаю, но не на такой же степени. Батя там праздник, я не знаю. Ты ему там все портишь. Так, чё, пишет. Стало свежее, поднялся ветер, улетела стая гусей, и новобрачные спешно укрылись в свадебном шатре всех костей. Так, только не говорите, что Гэс ударила молния прямо на свадьбе. Я что, вот уже вот это чую. И свадьба превратила в смерть еще одного ребенка. Судя по этой игре, я так думаю, так и получилось, да? О-о-о! Какой там происходит трэш? Никто особо не паниковал, хотя Лива прямо как из ведра палатку отец ставил наспех и закончил только вчера. Ну, короче, понятно, там уже начинает происходить какая-то хиробора. Вон, бвв, что собирает. О-о-о! Молнии били прямо над тогукововой оглушительно громко бил. Но отец велел сделать музыку громче, и на радостях сам запел. а на этого и короче всем насрать что стоит пускает змея в грозу один он молниями да все понятно короче я хотел бы в палатку два весь мусор что ты ходил ё-моё что происходит то нет чу палаткой зашибу что я хотел бы соврать что в тот день сейчас думал и воспоминала тебе о том как ты сам один вокруг только море и ветер ясно но ни о чем я не думал пока мы не нашли твою тело воде мама никогда не говорила о нем но как-то сказала что если бы я родилась мальчиком меня бы звали касса но вот собственно говоря еще один член семьи так сказать открылась тайна когда быстро мы о нем все узнали вполне очень махонько так идем дальше energy доска газ мордин новый арт беби короче ой я подумал глаз на меня подумал доска смотрит здесь маленькие скалолазы боксерская груша так чего дальше и вперед куда идти так открытки тут еще на крыше что что ты прикажешь лезть оттуда мы пришли так и куда а вот лезть ну давай чё ты не лезешь давай лезь нет не лезет вот нет так погони раз пару туплю маленький куда идти так ну подскажи хотя бы ты девах а вот по этим все понял после смерти своих братьев моя мама перебралась на верхний этаж а это получается дядя твои до эту пору она просто не могла убежать еще дальше вот собственно говоря комната твоей матери да неплохо неплохо холи библии так даван сандай восемьдесят шестой год восьмое восемнадцать индия короче в индии она гоняла всякие кришна хашин да наверное давай посмотрим это самое как ассин кокада аршим от мой дад санчай летом он строила дома в калькутте и познакомилась с моим отцом санджаем так он у тебя индус ну да видимо индус подождем еще не уходим мы библию хотим посмотреть религия была еще одну темой на которую мама никогда не заговаривал и не говорила но мне кажется вверх чем помогала ей после смерти отца так вот и цунду суда с энджей нет прямо пока давай открывай моя мама уехала в индию через неделю после окончания учебы нашла там место там место учителя английского языка понятно год спустя родился льюис так льюис давайте сразу посмотрим кто-то льюис льюис а вот он делюсь но тоже что-то сколько 22 года всего прожил и и сейчас наверно прольюсь узнаем так куда не идем идем наверно гадает думаю когда мой папа умер маме просто больше некуда было деваться я уверена что иди была очень рада ее возвращению иди эта бабушка главный героиней дом пришлось немного расширить но к этому иди было не привыкать понятно тут шезлон таки неплохо тут кстати утром сичку прикольно подвод дом конечно это лучший думаю совсем приятно и будет наблюдать каждый день ну ладно какое-то время все было хорошо почти нормально но мы же знаем на что здесь всегда творится какой-нибудь но для но это длилось недолго ну конечно тут есть перед их какой-то не учился эта карта интересная карта довольно таки подробная логин финч основатель таких династии прикольно так человек еще ноутбук а вот это да и они получаются индусы но 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 не понятно о книжка началом конца 110 день рождения милтона когда эти подарил ему замок началом конца ну да давайте посмотрим милтон единственное что осталось от милтона после исчезновения была комната с его рисунками а это в самом начале милтон да 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 ну ка про милтона же вот так тоже ничего не знаю это вот этот который с короной был самом начале игры тоже туда пойдем да давайте еще посмотрим что-то еще вот есть я хочу за херня да ладно посмотрели вообще в пункт тайга тут море открывай заходи что нашли прикольный рисуночек так чуть еще у нас есть рисунки про макеты даже строю карандаш и рисунки тоже весьма неплохие даже очень неплохие так куда идти кораблик так спускать а наверх что ли подниматься пойдем ух ты и чё тут у него схему да и вот и тут тоже скорую так тут у нас маяк дом ты не крупный милтон 92 вот вот он у нас милтон финч волшебные кисточки на матче пед Hy cafe надо ее лиção что а все а я с Please а а прикольно фигал тут нарисовался всего так рисует 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 так что произойдет это будет страшно для рисует так дверь все типа ушел и все милтон тысячи не было четыре года когда милтон исчез и куда исчез непонятно да еще продолжен синим с вами узнали концовочку да вот и газеты пропал видимо все дела все больше тут делать нечего надо посмотреть на вид нет поем вниз мама искала моего брата несколько месяцев а потом запечатываю двери на чтобы не наткнулась в этом доме милтон мама не хотела чтобы она что-то там видимо напоминала о чем-то так а теперь куда обратно идти никакого спуска нет быстрого нет нету так нам осталось узнать о лео льюисе и дал бы дал какой-то и видимо потом будет какая-то еще мама явно считала виновной рейдинг думают ли у свиню самого себя чё идите виновен илюзь закончив учебу он просто все больше времени проводил в своей комнате пока маме не устроили на консервный завод до дела тырил много еды но это знаю льюис 22 года все запрещали мне входить в комнату льюисе кроме сваливайся он там к я ничего нам там нормально так отжигал подожди а у него как лодка здесь давай сначала посмотрим куда нам идти обрывается нам и не залезем соответственно идем сюда вьюсь наверно самый нормальный тут запасно так не упасть бы и вот тут все тут на соплях держится давай а льюис тоже также заходил интересно походу тоже также так нам и курить не будем естественно это вредно комнате льюисе стоял очень-очень знакомый запах это его часть продал это его часть продолжу жить без него всякие сладости пиццы шар два компа нормально два монитора так тут тоже короче развлекался всякие кассетки поди со всякими непонятными делами приставочка wonderland turbo даже какой-то диплом у него есть так что все нормально с ним так это письмо так чтобы открыть первое выдает кроме стал мы стреляемся частенько играли вместе но играл он на удивление скверны слишком часто погибал да он поддавался тебе чуть ты же мелкая была то вот и письмецо да он пинч дорогая не свинч как психиатр льюисе прекрасно понимаю что хотите найти объяснение случившемуся своему мнению проблемы начались в январе вскоре после того как мы убедили вашего сына лечиться зависимости думаю что завязав пью и впервые создал насколько монотонная его жизнь по-прежнему работал на консервном заводе вот держался как-то отстранен а вот туда 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 тоже было заметным наших сеансах из mind began его разум начал здесь еще поработать хочу тёте что происходит манда странствовать а это вон я бегу в ответ на просьбу пояснить это он он сказал что все началось с мелочи и матча не надо он сам нашел по лабиринту как филл из моего будто бы брюс по нему на ощупь ну мы тоже в лабиринте идем потом появилось что-то еще летучие мыши и жабы так секунду она надо идти буду ух ты скелет ускопа это драконище и твари которые даже название не понимал что всегда только в его голове но сосиси ко всему серьезно у меня были надежды что это со временем он найдет в себе себя он найдет себе короче от монотонности он стал представлять типа какой-то игре живет она кого нашел нечто больше меня начали тревожить подожди подожди эти грезы конвейера пришлось обратиться к его начальник он сказал что бьюсь образцовый работник ну да он бы методично любви ответственно и вон мы херачим рыбу просто без остановки работы мы представляем себе что-то играть сублимируем так просто безупречно сюда методично и мне казалось что все к лучшему согласен что может быть и не так а ивененька он даже заслужил меня по хвалу так игра короче устал он стал короче поэт начал это выглядел многообещающих он стал короче путать реальность непонятно короче реальный мир стал у него исчезать он сказал у него появился новый друг он не отчего сети на окраине города которую называл львы и топи и белка сети обслуживали он строил город медленно кирпичик за кирпичиком потом придумалась музыка и сочинил для них песни он рассказал что создал группу и он вечно что-то напивал себе под нос с каждым днем его по воображение крепло ну понятно сюда куда мы идем на работе он больше молчал все полностью ушел вручу вернула рудовым ножом неизбедной четкостью и однажды его вдруг осенило что все эти ликующие доски и даже камни у его под ногами все это его воображение и что он может делать все что пожелаем он устроил выбор мэра и победил они умоляли его остаться но его разум уже странствовал дальше это стало для него игрой ютубе покрив очередной город он сразу же двигался дальше нью-йорк отлично захватываем голубые городишки опа сэнт-блюис и старт и дрифтинг он стал удаляться в нашей реальности ой тихо-тихо сейчас врежусь мини-аполис мини-аполис антилланды и фига однажды он просто забыл уйти с завода домой и вина с измата приедет как не умещал вы мать часть юлиса не утомила было вперед нифига себе то есть все что ли с трон датрону все до он прознал о том что где то есть прекрасный принц прекрасная принцесса ну пойдем прекрасная принцесса так а ну и где ты прекрасная принцесса самоотверженно искала убительных змеев пускай она будет искать у нас она просто у нас какая-то тоже оба во всех будем бить он шел за звуками ее инструмента под названием давайте серебряный арх он все-таки принцесса сел баха на электрогитаре я как-то это ладно оба так плюем давай тунец ну мы работаем еще уже тройную смену вагоня привела его к золотому дворцу к востоку от солнца и к западу от луны все прибыли даже тогда с логика у него было все в порядке так но мы уже не видим реальность мы только видим тунца скорее всего на все руки себе отрезан он понимал что этот мир существует только в его воображении но он уже не понимал где реальность а где так сказать хрена себе там принцесса это жабище она к он очень гордился тем что с чем создал надо было сценарий это писать надо было что-то как то это собственные глаза он был уже больше чем королем да уже по сути новую игру играем оба сумму для кого-то кто никогда не добивался успеха в реальном мире это было настоящим потрясением и ему вдруг пришлось в голову что он настоящий льюис не тот что красавец рыба что поднимается по ступеням золотого дворца все вот она реальность уже поплыла 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 воображение не менее реально чем тело говорил мне и с этим было трудно поспорить оба завода ел что так мы кто а мы и юис выход он начал забывать обычный мир а когда мы на заводе думаю ему неприятно было вспоминать льюиса стоявшего у конвейера это мы идем воображаемый юис к самому себе вон мы стоим у конвейера так и пока я не понимаю в чем развязка он начал относиться к тому человеку с царственным презрением то есть выше рыба то убери на и чё куда им не идти юис уфига тут рыбы так учет от меня хочешь а надо подняться понял он себя что ли раскромсает у меня все еще была надежда спасти его даже после того как он сказал что его коронуют как правителя всех чудесных земель а и 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 был и мудрый калиф который настойчиво давал ему совет делали оба оба гол он нам что моего процесса с короной в руках века там принцесса чуваки осталось только склонить голову это же гильотина ну все понятно ребята остальное вы знаете если свечи ваш сын был хорошим человеком по нему скучать все кто его знал что же да вот мы узнали еще историю одного он был замечательный хотел бы я вас не было познакомить да мы вроде как узнали тайну всех уже членом семьи не знаю сейчас ли будет уже концовочка сколько осталось игры но если что-то будет серия разделена на 2 если нет то возможно сейчас закончится так ну ладно пойдемте дальше у по выходим так что тут у нас когда мы возвращались в похорон глюиса мама велела мне паковать чемоданы эти она рассказала о нашем отъезде только накануне сомневаюсь что от этого стало проще мне не хотелось уезжать но я понимала почему мы это делаем так правильно все блин по умирали все какие-то галюнике здесь чудо к не происходит в конце концов мама просто оставила все позади тем вечером случилось то к чему все уже шло очень давно наверное это должно было случиться раньше так подожди чего случилось опять что произошло тут спрыгнул с башни но так или иначе пора было с этим кончать осталось только рассказать тебе о последнем вечере этих последний день эти просто смотрела как мы пакуем вещи и не проронила ни слова вот до самого ужина когда она подняла бокал и сказала за наш последний вечер вместе и за все даже последние вечера не хочешь пойти глянуть грунт 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 все мы завтра едем так и куда я еду я иди ка погуляй короче понятно бабкой с мамкой поругались разругались а это я вот гуляю пошла гулять до пошли до утра отключили электричество выйди всегда был запас свечей он мой мам сетлой библиотеку и похоже не подумал о том что есть другой выход или что эти может быть ключ открывай чет не открываешь что давай она подслушивает сейчас понятно уехать из этого дома и ну согласен от себя ты не убежишь и ну хотя конечно если дом такой пошивы тут думаю нам следит лучше уехать сегодня когда бабка все историю и я позвоню бицитрия пансионат чтобы утром за тобой прислали машину ванны хистерий ос фич милая я хотела бы много историй теперь сказать успею только одну она о том что произошло в ту ночь когда ты появилась на свет так ну что ты что тот день был очень сильный отлив так мы играем щас заковую тогда я в первый и последний раз видела старый дом среди суши где-то посреди океана случилось землетрясение поговаривали что это самый сильный отлив за добрую тысячу лет так мы к дому дойдет и вновь стояла и вонь стояла ужасно понимаешь я видел этот дом каждый божий день своей жизни но никогда не могла до него дойти понятно но никогда не думала что вернусь туда снова видимо так сгустился туман и я сбилась с пути так где-то фонарь должен красный гореть ходила кругами можно я не буду ходить кругами какое-то время блуждала мне виделось всякое и не опять какие-то всякие приключения чем тут еще увидим бабка вот это мальчик вещи которых я давным-давно позабыла какие вещи кровать но никогда но когда увидел их они показались старыми друзьями она это из того дома то видимо той ночью очень многое вернулось ко мне и калитка закрыты голову но потерпел крушение калитка закрыта то что я не передать с вами не могу хотел бы чтобы это было короче мамка нашла я вопила и брыкалась но он отащила меня к машине и все мы уезжаем я никогда больше не видела про бабушку иди следующее утро за них приехала машина но было уже поздно даже так после этого мы много переезжали либо чайки и обе пытались этим смириться то есть они вот двум остались из всей этой семейки прабабка тоже копыта отбросила прошло несколько лет 6 лет прошу с 11 до 17 так чё я дую оба мама не любила об этом говорить но она начала сильно болеть остальное произошло довольно быстро ну ё-моё поначалу и стала лучше но потом уже нет а потом я осталась одна власть последние из пинчи пока не узнал о тебе я до сих пор не знаю что сказать насчет всего этого если бы мы жили вечно то возможно хватило бы времени все понять но все устроено так как есть и я думаю что лучше уже нам открыть глаза и порадовался всему этому каким-то странным и скоротечным оно не было так я управляю а да я плыву я писала этот дневник для тебя но сейчас надеюсь что ты никогда его не увидишь я уже увидел что ты я просто хочу видеться с тобой и лично рассказать тебе все эти истории но раз ты это сейчас читаешь значит все сложилось по-другому так подожди ты же беременна была ты не одна именно здесь начинается твоя история прости что меня не будет рядом я знаю что о многом прошу но не печально от того что меня нет я хочу чтобы тебя восхищала то что нам вообще повезут удачи кривак ё-моё а она то чего умерла в семнадцатом году в возрасте 18 лет я чудо нифига не понять не могу что произошло что произошло посвящается видимо грайн спайер ширли даллас 48 2013 год ну видимо это концовочка и пошли титры ян даллас директор креатив ну короче пошли тут иметь детские фотографии всех кто эту игру создавал получен достижение конец всему ну да весьма без без радостная игрух хотя в принципе сделано прикольно но да очень такая интересная интересно выполнено сделано повествование тесто но вот конечно лей в мотив всей игры все истории что все по итогу умерли то есть самоубились короче и какими-то трагичными ситуациями все куда-то скончались ну печально конечно вот так в принципе неплохо сделано довольно таки интересно поиграть по понаслаждаться по понаслаждаться несколько вечеров о чем-то задуматься может быть о своем но конечно играя далеко не позитивная далеко так сказать не радужная хотя когда я ее в первый раз видел в стиме я думал что наоборот какая-то игра о каких-то ну сказочных мирах или еще о чем-то но явно не о таких историях это видимо все фотографии которые нам встречаются в игре где так сказать мы видим их на каких-то стенах еще где-то ну кстати часть то из них я наверно не видел а может быть я видел может просто не заметил холли роттрук твд артист так ну че можно наверно скипнуть эти титры кстати авторы титры довольно таки прикольно сделаны нестандартно в виде фотографии рамбок тоже интересный ход не часто такое я встречал в играх Стивен Грин всякие комиксы про Барбару страшные кстати так я не понял что с Барбарой произошло у меня даже нет никаких догадок как бы про этих то все понятно один там с качели упал второй там самоубился третий там еще что-то мне непонятно что с девкой произошло с главной героиней почему на семнадцатом году померла и когда это именно произошло с Барбарой мне непонятно что произошло ну тут с мелким он там захлебнулся это понятно с кем там еще не понятно ну вроде со всеми остальными всеми там охотник да сам себе упал дед я забыл что там с дедом произошло ну дед там тоже короче все с ними нормально а вот этот персики это там поезд сбил а вот что с девкой произошло и с Барбарой я так и не понял а вот с Молли кстати с Молли я тоже так и не понял что произошло Молли превратилась в кошку в рыбу в акулу что-то там носилась бегала куда-то что с ней было такое так я не понял в общем на самом деле игра оставила вопросов может быть я конечно не до конца какие-то что-то понял может быть где-то скрытый смысл какой-то был который я не смог так сказать разгадать попутно но вопросы остались вопросы остались я не до конца все это понял возможно потом как-то обдумаю кстати разберусь но пока действительно может пересмотрю потом да сам увижу то что увидел при прохождении такое тоже может быть но нет игра понравилась да игра интересная поэтому вот думаю я не не жалею что поиграл в нее интересно за этих фич темно это команда все дела 1017 так ну что все титры кончились можно заканчивать или тут еще что-нибудь будет the end конец так теперь есть возможность повторить историю чтобы начать с самого начала выберите edit ну что дорогие друзья всем спасибо всем до скорых встреч с вами был чердак норбу мы узнали так сказать о всех членах ее семьи историю соответственно вот до встречи в следующих играх с вами был чердак норбу пока